Одной из областей интереса исследования является воздействие цельного пищевого белка по сравнению с белковыми добавками, поскольку было показано, что цельные продукты имеют равные или превосходящие эргогенные эффекты. Например, употребление цельных яиц по сравнению с яичными белками и цельного молока по сравнению с обезжиренным молоком приводит к большему усвоению аминокислот и синтезу миофибриллярного белка после тренировки, что предполагает, что небелковые компоненты, например, липиды, углеводы, микроэлементы и другие биоактивные соединения способствуют реакции синтеза белка после тренировки. Пищевая матрица также может способствовать дифференцированному воздействию источников цельного пищевого белка на микробиоты кишечника, поскольку одинаковое количество белка в форме добавки и изменение профиля аминокислот в результате изоляции белка влияют на переваривание и всасывание белка. Например, очищенные белки перевариваются эффективнее, чем богатые белком продукты, потребляемые в смешанном виде при приеме пищи, что может уменьшить количество белка, поступающего в толстый кишечник, хотя количество потребленного очищенного белка, вероятно, также влияет на его доступность в толстой кишке. Правда, неясно, в какой степени эти различия в усвояемости типов белка и потенциальные модулирующие эффекты времени прохождения по кишечнику влияют на микробиоту кишечника спортсмена, его здоровье и производительность в физических упражнениях.